МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На ледовую арену Дворца спорта Петропавловска вышли любители хахкея. Среди участников турнира были чиновники, преподаватели и бывшие спортсмены. Актюбинские медики бьют тревогу. В области молодеет рак молочной железы. С начала года заболевание выявлено у 112 женщин. Половина случаев считается запущенной и не подлежит лечению. Страшный недуг в последние годы не щадит ни молодых, ни зрелых. Рака молочной железы сегодня болеют как 20-летние актюбинки, так и бабушки, разменявшие восьмой десяток лет. Так, с начала года опасное заболевание выявлено у 112 жительниц области. У большинства – методом скрининговых обследований. Ежегодно в нашей области, как и по всему Казахстану, проводятся скрининговые обследования в определенном возрасте, начиная с 50 лет. В этом году, на сегодняшний день мы уже провели 73% этих женщин, охватили медосмотром и выявили 14 случаев раков молочной железы в скрининговом возрасте. Только в этом году рак молочной железы унес жизни 40 представительниц слабого пола. Летального исхода можно было бы избежать, если бы актюбинки серьезнее относились к своему здоровью, сетуют врачи. Примерно в третий случай смерть обусловлена основными источниками риска. Это высокий индекс массы тела, отсутствие физической активности, употребление алкоголя и табачных изделий. В первую очередь, женщины с гормональными нарушениями. Те, у которых есть проблемы с эндокринной системой, болезнью репродуктивной системы, ожирение, малоподвижный образ жизни, играет роль стрессоустойчивость женщин. И еще акушерский анамнез. Профилактика? В первую очередь, профилактика – это своевременное обращение к врачу, в наличии их не было, жалоб, и лечение фоновых заболеваний. Есть такие патологии мощной железы, доброкачественная, фикозно-кистозная мастопатия, фоновые заболевания, узловая мастопатия, фиброаденомы. При своевременных лечениях женщины накладывают косметические швы, даже незаметные при значении. Врачи призывают Актюбина к немедля, а лучше прямо завтра, посетить поликлинику по месту жительства, записаться на прием к мамологу и удостовериться в отсутствии опухоли, которая на первых порах никак себя не проявляет, но через какое-то время может вступить в жестокую схватку и победить. Жители трех улиц Караганды организовали вынужденные собрания. Они потребовали от местных властей улучшения инфраструктуры. Объявления были вывешены, жители оповещены, как, впрочем, и работники Акимата района имени Казабекби и Егор Кумтранса. Но... Два часа должны приехать 17-го числа. Все собрались, никого нету. Вот куда они делись? А почему у них к нам никакого уважения? Возмущение началось с ливневок. Вообще-то, эта проблема общегородская. На очередном заседании общественного совета, которое состоялось 11-го октября, заведующий сектором автомобильных дорог ГУ, отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды, Рустем Кожакапанов, отвечал на резкие вопросы членов совета. Почему проблема ливневых канализаций стоит в городе так остро? Ну, оказывается, средний ремонт дорог не предусматривает ремонт, а тем более строительство ливневок. Но на сходе сказали, что одну дорогу им проложили заново. Я живу на улице Горноспасательной. Нам недавно сделали асфальт. Провели на дорогу чисто, на свет, говорит, все. Но они, когда строили, они забили наши ливневки. И теперь надо же их почистить, а очистить некому. И кому они нам сказали, что мы приедем, мы это все сделаем, и до сих пор так нету. Вот уже сколько, уже месяц, как у нас сделана дорога. А ливневки нам никто не почистит. Одно строим, другое портим. Вот так и рождается разделение на «они» и «мы». «Мы» – это жители микрорайона, а «они» – это городские власти. А ливневка идет с улицы Заводская по всему микрорайону. Она общая. А если общая, то и хозяина найти невозможно. Хотя за дорогами смотрят городские власти, значит, и за ливневки отвечают они. Никому из жителей не хочется чувствовать себя ненужными, забытыми. А, ну вот я говорю, что ни скорая к нам не едет, ни такси к нам не едет, ничего. Вот ночью тоже, если такси вызвать ночью, они не приедут сюда к нам, потому что дорога вон какая. Они не хотят ехать. Когда вот сейчас сухо, еще ничего. А вот когда дожди пройдут, вы знаете, какие ямы здесь. Улицу Арбатская заасфальтировать обещали три года назад. Жители уже сегодня волнуются, как им пережить весну без ливневок. Наверняка будут подтопления домов, как и в прошлые годы. Сапоги жители готовят с лета. Делать-то нечего. От властей в лучшем случае одни обещания можно услышать. А тут еще и несанкционированная мусорка горит. Прождав несколько часов, жители увидели представителей Горкумтранса и Акимата района имени Козыбек-Би. На вопрос, когда появятся контейнеры, ответ был коротким и однозначным. Нет у вас договора, нет у вас. У вас нету. Это что за частное предприятие такое, что договор заставляет наличное? Да, пожалуйста. Принесите, пожалуйста. А жители взяли и принесли договор. Но то ли он устарел, то ли форма оказалась другой. Не подошел он к сегодняшнему дню. Но людей обнадежили. До судовольствия мы с вами заключим договора. Вот здесь стоят 10% улицы, которая с нами хочет работать. И 90%, которые отказываются от договоров, им легче иметь вот такую мусоросборную свалку. Действительно, контейнеры есть, вывоз по графику будет обеспечен. Но инициатива, оказывается, должна исходить от самих жителей. Накал страстей не утихал. Подходили новые жители и снова по кругу вновь высказывали свои проблемы. Оказывается, противостояние можно разрешить мирным способом, по крайней мере, проблему с мусоркой. Данную свалку Акимат Акима района имени Казбекби в рамках субботника мы предоставим технику совместно с жителями. Еще раз подчеркну, совместно с жителями мы вывезем эту свалку. Активность жителей, которые болеют за свой дом, улицу, микрорайон, в целом за город, можно только приветствовать. Но сдвинуть с места все проблемы, они одни не в состоянии. Это тоже надо понимать. Городские власти должны повернуться к ним лицом. Они этого ждут не один год. На ледовую арену Дворца спорта Петропавловска вышли любители хоккея. Среди участников турнира были чиновники, преподаватели и бывшие спортсмены. Игры НХЛ на ледовой арене Дворца спорта. Только в Петропавловске это не национальная, а ночная хоккейная лига. Заявлено 9 команд, из которых 3 команды районов. Казажарского, Добрая Радь, Акаинского, Сокол и с района Макжана-Жумабаева, Факел. Кроме того, здесь участвует 6 городских команд, 3 спортсменов-любителей. Финальные игры будут запланированы провести 15 декабря. И всю полность любительства в ночную лигу, весь чемпионат хотели посвятить именно Дню Независимости. Первым поприветствовал спортсменов игрок команды Казалжар Кумар Аксакалов. Именно в таком необычном амплуа предстал сегодня перед любителями спорта глава региона. В Петропавловске такой турнир проводится впервые. Игры будут проходить каждую субботу и воскресенье в вечернее время, после 7 часов. Ведь участники не профессиональные спортсмены, а любители. И у всех есть основная работа – схлестнуться клюшками преподаватели, государственные служащие, работники предприятий, бывшие спортсмены. Кстати, первая забитая шайба чемпионата – ворота «Сокола». За ней вторая и третья. У зрителей могло создаться впечатление, что команда из Акаинского района играет в поддавки. Но капитан заверил – даже Акиму области не будет никаких поблажек. Хоккеисты работают в полную силу. Просто слишком много волнения. Ну, играть, конечно, не страшно. Интересно играть. Потому что первая игра – начало турнира. Поэтому где-то эмоции зашкаливают. Интересная игра. Спортивный принцип – все играют в полную силу, кто как может. Кто настолько сегодня готов, так и играем. На кого состоит командовать? Ну, у нас сельская команда. Деревенские ребята все. Сельские жители. Всевалласовка. Впрочем, и самый заметный игрок Козылжара признался, что и он, и его сын вышли сегодня на лед, чтобы вступить в равную борьбу. Хоккей, потому что это мужская игра. Вы видите, как сейчас там грустно играют хоккей. Ну, и потом, видите, ребята, они с кем лицеремонятся. Получил пару ударов – нормально. Это хорошо. Настоящая мужская игра. Как приехал из Североказанскую землю, одел коньки, потому что у нас очень походным условиям позволяют заниматься зимненькими видами спорта. Тем более, прекрасно есть ледовый дворец. И это поддержка для нашей хоккейной дружины «Кулагер», которая сегодня идет в чемпионате Казахстана на первом месте. Только лишь своеобразный гол почета удалось забить команде из района в ворота Козылжара. Это расстроило болельщиков «Сокола» и порадовало их оппонентов. Все супер. Немного ребята, конечно, огорчают «Сокол», но я думаю, это все из-за поддержки, потому что им мало народу. Наверняка все сказывается, что люди стоят. Вообще все зонова. Сегодня игра у нас хорошая. 6-1 большой счет. За третий период еще покажут Казылжаров, как играть надо. В ходе матча «Соколу» так и не удалось забить в ворота Казылжара вторую шайбу. Итог встречи – 7-1. Кстати, команда «Победитель» турнира примет участие в республиканской зимней спартакиаде народа Казахстана среди спортсменов-любителей. Казахстана среди спортсменов-любителей. Продолжение следует —